Есть события, которые изменили историю мира. Время выявило, что ничего из обещанного не произошло. С глобализацией спала миловидная маска и показалось ее настоящее страшное лицо. И вот вместе с этим порядком мировой и жизненный баланс стал нарушаться. Число войн, уровень безработицы и бедности выросли как лавина. Человечество жаждет лучшего мира. Глобальные силы загрязнили нашу планету в политическом, экономическом, социальном и экологическом смысле. От этого загрязнения пострадал больше всего добросовестно зарабатывающий на хлеб рабочий класс. С одной стороны был стиль жизни, который глобализация пыталась навязать рабочим с маленьким и стабильным доходом. С другой стороны мир, в котором евразийцы чувствовали себя одинокими. И вот в такой период, объединившись против открытых и четких нападений, мы, евроазиатские рабочие металлопромышленности, приняли решение создать свое объединение и 13 февраля 1994 года объявили всему миру о создании Евроазиатской Федерации Металистов. С 6 по 7 мая того же года был проведен первый съезд Федерации. А уже в 1998 году название Федерации было переименовано и заняло свое место в истории как Международная Евроазиатская Федерация Металистов. Уchsу раз artsisé в Металисты Металистове ФедерАссоунувзоу, Курлуз çalışм Соевет 40 лет 90.ну follow palabренный 1992 египет С ·ут ъ Excel Verf çчч... Продолжение следует... 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 на современный уровень. Потому что борьба требует солидарности, требует силу, борьба требует современных возможностей и условий. А бороться против глобальных сил, которые утверждают, что профсоюзам нет места в эпохе информации, возможно лишь с научным и оснащенным профсоюзным пониманием. Руководствуясь этим пониманием, сразу после создания Федерации была разработана учебная программа. В рамках этой программы примерно 60 тысяч рабочих металлопромышленностей из стран Евразии поучаствовали в семинарах. Из них 50 тысяч в Турции и примерно 10 тысяч в выездных семинарах, которые проводились в различных странах Евразии. На этих семинарах, на которых читаются лекции по темам «Централизованный тип профсоюзной деятельности», «Коллективный договор» и «Профсоюзная деятельность в условиях рыночной экономики», поставлена цель, чтобы рабочие Евразии были лучше подготовлены к будущему и смогли найти новые пути в защите и развитии своих прав. Рабочие, приехавшие на семинары в рамках учебной программы Федерации, увидели условия труда в других странах, посетили заводы, и у них появилась возможность провести сравнительный анализ с условиями своих стран. Учебная программа не ограничивается только лекциями. Кроме этого, с целью укрепления единства и сплоченности рабочих организовываются культурные программы, ставшие частью этих визитов. Цель визита нашей группы – этот семинар, на котором мы будем услышать те направления, которые помогут нам в наших дальнейших планах деятельности профсоюзов. Проблемы у профсоюзов везде одинаковые, то есть те права рабочих, которые обязательно должны мы защищать, и обмен опыта – это очень большое дело. Как правильно сказал наш президент Твердметалла, действительно, единство, касса и ума – правильная мысль. Мы тоже будем двигаться в этом направлении. Мы планируем достичь таких же успехов, как здесь, в Турции, профсоюз. Много узнал нового. Очень интересно было рассказано про Трудовой кодекс, ваш плюс, как заключаются коллективные договора. Отлично. Мы думаем, все знания будем использовать у себя. Мы приехали на обучение в город Танкару. Обучение очень понравилось. Для нас особенно полезно, так как у нас тоже хотят профсоюзы централизировать и перенять опыт наших соседей, так скажем, коллег, выяснить, какие плюсы существуют и каких минусов мы можем избежать. Это для нас было очень полезно. Я и мои друзья всегда тепло вспоминаем те дни проведения здесь в Танкаре. Большое спасибо организаторам, которые встретили нас. Очень интересные лекции были. Спасибо. МЕФМ организовала крупные мероприятия международного значения. В 1996 году в столице Туркменистана, в Ашхабате, был организован и проведен съезд тружениц. В 1995 году в столице Турции, в Анкаре, был организован и проведен съезд молодых рабочих. Ежегодно, 8 марта, в праздник трудящихся женщин на организуемый профсоюзом Туркметаллсъезд Тружениц было обеспечено приглашение тысяч делегатов тружениц из стран Евразии. Хаааааааааааа алина. Друзья, у меня не обогащи, не обогащи, не обогащи. Если это не обогащи, мы обогащимся, но обогащи. У меня осталось 12 страны, у меня любимые женщины и женские и женские и женские и женские. Я вам покажу вам, что я вам покажу вам. Кроме того, каждое лето на слет детей Тюркметалла приглашаются сотни детей рабочих Евразии. Также был обеспечен отдых сотен детей турецких рабочих в лагерях отдыха стран Евразии. Благодаря этим мероприятиям у тружениц, у детей рабочих и у молодежи появилась возможность познакомиться и лучше узнать друг друга. Журнал «Новый континент», который издается в качестве приложения к заседанию Центрального комитета МЕФМ, является вкладом в единство и сплоченность евроазиатских тружеников и защиты их прав. Международная Евроазиатская Федерация Металистов вот уже 20 лет проводит свою деятельность. Факты, которые озвучивались в течение многих лет, и то, что Федерация является голосом и ушами евроазиатских тружеников, обнадеживает и вдохновляет. Ни одна профсоюзная организация в мире не взяла на себя ответственность за молодых рабочих. МЕФМ в этом направлении проложила новый путь. Федерация, выявив проблемы молодежи, начала искать пути их решения. Решением Центрального комитета был сформирован Молодежный координационный совет, в который вошли на общественных началах молодые люди из стран Евразии. Заседание совета состоялось 6 марта 2013 года, на котором был дан старт проекту молодежной политики и началась работа самого совета. Международная Евроазиатская Федерация Металистов ровно 20 лет продолжает оставаться голосом рабочих Евразии. Федерация, поставившая целью поднять на вершину жизненные стандарты рабочих металлопромышленностей Евразии, за 20 лет смогла занять место среди самых крупных организаций мира, защищающих права и интересы рабочих. На 36-м заседании Центрального комитета, которое проходило в турецком городе Дидим, МЕФМ приняло решение провести ряд торжественных мероприятий в странах Евразии в честь 20-летия Федерации. Вклад Федерации есть в каждом мероприятии, будь то спортивный турнир, международный симпозиум, молодежный форум или фестиваль. По инициативе профсоюза машиностроителей и приборостроителей Украины, с 19 по 20 ноября 2013 года в Киеве состоялся симпозиум «Деятельность профсоюзов машиностроения». В работе симпозиума участвовали делегации профсоюза МАШ-прибор и профсоюза Тюркметал. Был организован и проведен семинар для профсоюзных лидеров Территориального союза АТО Гагаузия, профсоюзов сельского хозяйства и продовольствия. Темой семинара была «Роль профсоюзов в наши дни, методы мотивации профсоюзного членства, применяемые в работе профсоюза Тюркметал и рекомендации МЕФМ членским организациям». Руководство Международной Евроазиатской Федерации Металистов, приняв участие на молодежном форуме, организованном совместно с профсоюзом машиностроителей Республики Башкортостан, дал старт праздничным мероприятиям, которые запланированы в честь 20-летия Федерации. 8 декабря 2013 года МЕФМ совместно с профсоюзом машиностроителей Республики Башкортостан, являющийся членом Всероссийского профсоюза машиностроителей, который также является членской организацией Федерации, провели Международный молодежный форум. Около тысячи молодых рабочих металлопромышленности собрались в столице Республики Башкортостан в Уфе на мероприятии с главной тематикой «Профсоюз – это мы» и отпраздновали 20-летие основания МЕФМ. С 5 по 8 февраля 2014 года в столице Республики Беларусь, в городе Минске, были организованы такие мероприятия, как Международная спартакиада «Дружба» и Молодежный форум. Около 200 молодых рабочих и профактивистов приняли участие в данных мероприятиях, организованных МЕФМ и Белорусским профсоюзом АСМ. В рамках проведения мероприятий, посвященных 20-летию Международной Евроазиатской Федерации Металистов и 30-летию Горно-Металлургического профсоюза Кыргызстана, 18 февраля 2014 года в Бишкеке была организована и проведена конференция, имевшая плодотворные результаты. 13 марта 2014 года в Анкаре был проведен съезд Федерации, на котором Певрул Кавлак единогласно был переизбран на пост президента МЕФМ. Сразу после съезда продолжилось проведение мероприятий, посвященных 20-летию МЕФМ. Так, 28 марта 2014 года в столице Белоруссии, в Минске, был проведен международный конкурс дуэтов, песни которой нас объединяют. После этого, 4 апреля 2014 года, в столице Армении, в Ереване, был проведен совместный семинар, организованный Республиканским отраслевым союзом профсоюзов работников промышленности Армении и МЕФМ. На семинаре были обсуждены такие темы, как история МЕФМ, состояние мирового профсоюзного движения, а также на конкретных примерах была подчеркнута важность профсоюзной солидарности. 6 апреля 2014 года в столице Грузии, в Тбилиси, был организован и проведен обучающий семинар для актива Грузинского профсоюза работников горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, в котором приняли участие 50 человек. Оба семинара проводились в рамках празднования 20-летия Международной Евроазиатской Федерации Металистов. С 15 по 19 мая 2014 года в российском городе Тольятти был проведен молодежный форум «Мобилизуйся, организуйся», посвященный 20-летию Международной Евроазиатской Федерации Металистов. В форуме приняли участие молодые профактивисты из России, Турции и Белоруссии. С 13 по 15 июня 2014 года в Молдове была организована и проведена спартакиада под девизом «Быстрее, выше, сильнее». Кроме этого, также был проведен конкурс красоты среди женщин и конкурс песенного исполнения. С 24 по 28 июня 2014 года проводилась 16-я спартакиада среди рабочих металлургической и горнодобывающей промышленности Казахстана, которая прошла под девизом «Мы за здоровый образ жизни». Кроме того, с 26 по 28 сентября профсоюзом рабочих горнометаллургической промышленности Кыргызстана и МЕФМ была организована и проведена спартакиада. Соревнования проводились по различным видам спорта. Общее количество участников составило более 400 человек. Улящий родов. «М이고 bers Golgly фанат» «Б bracelet». Здоровья State эти scientии точки завлиять мы приGU Achilles сил ли из transducения, «Онтово кого 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 round». Улящий родов, промышленности. «Б fibreiałки иemoстро» «Б блин шести тел». Спасибо Международной Евроазиатской Федерации Металистов. Субтитры создавал DimaTorzok